Сегодня же в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спартак» города Чебоксара стартовал Кубок России по гиревому спорту. Атлеты из 40 регионов страны собрались, чтобы выявить сильнейших и решить, кто представит Россию на мировом помосте. Подробнее в следующем репортаже. В Чувашии гиревой спорт является традиционным, поэтому надежды на наших атлетов возложены большие. Однако нельзя недооценивать соперников, которые также показывают превосходные результаты. Причем воспитаннику из Тюменской области Алексею Рябкову даже удалось установить новый рекорд России. Но спортсмены Чувашии готовы побороться за места на пьедестале. Ждем, что и надеемся, что команда Чувашского суббеки в этой борьбе будет в тройке призеров. Я надеюсь, потому что мы выступаем полной командой. Здесь хорошо организована и составлена структура соревнований, структура тренировочных занятий. И чувствуется, что ответственные люди со своим делом справляются на отлично. Сегодня женщины разыграли комплект наград в рывке, а мужчины в длинном цикле. К сожалению, для представителей Чувашии старт оказался не очень удачным. Так Сергею Соловьеву не удалось завоевать призового места. Несмотря на то, что в Кубке Европы 2012 года среди юниоров он стал первым. На этих соревнованиях ему пришлось сойти с помоста раньше времени. Сергей Соловьев, он, как бы сказать, тоже хорошо выступает, по большому счету. Ну, чуть-чуть ему не хватает, конечно. В прошлом году он отбирался в состав юниорской сборной. Отличиться сумела чувашская атлетка Марина Федорова, заняв второе место. Но кроме нее из представителей Чувашской республики на пьедестал почета никто не поднялся. Но завтра нас ждет новый день и продолжение соревнований в двоеборье. Поэтому надежды на общекомандное призовое место у чувашской сборной все же есть. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика.